Большинство людей с большими результатами, они очень энергичными, но они такими кажутся. Теперь ты видишь, что все нормально. Я не сошел с ума. Есть такая фраза хорошая, когда море по колено. Вот это про это. Вот это тоже предсказывает большой-большой предиктор успеха. В текущую секунду Оскар Хартман, рублевый миллиардер. Эти базовые навыки у многих людей отсутствуют, к сожалению. Многие думают, если решить финансовую проблему, все остальные сами себя решат. К сожалению, нет. Можно ли это сделать, не испытывая страх, стресс, рассеянность? У нас сегодня на подкасте Оскар Хартман, серийный предприниматель, инвестор, топ-20 бизнес-ангелов мира. То есть он вкладывает большие деньги в большие компании, чтобы они стали еще больше. Общая капитализация его компании более 20 миллиардов долларов. Также Оскар, многодетный отец, у него недавно родился четвертый ребенок, 20 лет в браке. Человек, который поставил рекорд по гребле на 100 метров. Это было все на стадионе, и прогремели все соцсети. Человек, который 5 лет назад, когда я читал эту книгу, отправил меня в путь работать, и это привело к каким-то классным результатам. Поэтому у нас уже случился этот подкаст, я приветствую и записываю в конце, получилось суперценно. Про ключевые навыки, про выбор, про эго. Много было того, что я нигде от тебя не слышал, хотя я читаю и смотрю просто титанический объем от того, что выходит с тобой. Я кайфанул. Приятного просмотра. Перед подготовкой к подкасту читал новую книгу, твоя Альтернейт. Вышла, во-первых, опрос. У них сейчас какой тираж у обеих? Ну, первую книгу уже 300 тысяч человек прочитало, вторая книга, мы напечатали 10 тысяч, сейчас вторые 10 тысяч пошли. И для меня из этих книг при прочтении, плюс то, что там было, есть три Оскара. Первый — это человек, который просто упоролся в работе, чуть не склеился в бассейне. Классный был Оскар. Классный был Оскар, да. Когда у тебя там проблемы с сердцем были, это вот первая стадия. Потом ты как-то вроде успокоился, начал просто много работать с рефлексией, но продолжая такой, надо много делать, надо работать. И сейчас вот эта книга, Альтернейт, я читал, она была такая немного философская. Какой-то другой Оскар, кого-то ты преисполнился, знаешь. То есть ты явно всё равно делаешь, судя по тому, как ты ведёшь свою жизнь, но другой Оскар. Вот для меня такие три основные стадии. Да, эта книга уже про баланс, как достигать цели в разных сферах жизни и при этом оставаться человеком. Вот, у меня вопрос, что между ними произошло? Это какое-то одно событие тебя сильно изменило или просто это полномерно было? Да я всему своё время. Есть время, когда надо на все деньги, как будто жизнь от этого зависит. А потом есть другое время, когда нужно уметь чередовать разные состояния, когда у тебя уже четверо детей, много крёстных детей, много друзей, родственников и так далее. Ты уже много что решил уже финансовую проблему. Приходит время и другие проблемы решить. Финансовая проблема – это далеко не единственная проблема, которую нужно решить. Многие думают, если решить финансовую проблему, все остальные сами себя решат. К сожалению, нет. Есть другие проблемы, проблемы отношений, проблемы здоровья. Поэтому Альтернейт – это как раз ответ, потому что я не нашёл ответов во всех книгах. Я читаю огромное количество книг. Я хотел написать книгу из всего того, что я нашёл, что помогает и достигать целей, и делать свою жизнь больше, и при этом оставаться в балансе. А вот, как в первой книге тоже рассказывалось, ты, соответственно, сейчас болезнь Бехтерева, которая, так сказать, немножко усложняет жизнь, но при этом привела к классным изменениям дальше. Сейчас уже решили, сейчас уже появилось лекарство. Возможно, она станет излечимой. О, это прорыв, да. Можно поздравить. Можно поздравить. Ну да, да, можно поздравить. Ещё неизвестно, сейчас только начинают уже для людей делать, но походу есть, да. Существенно улучшается ситуация. И ты когда-то встретил человека, который тоже болел болезнью Бехтерева, но он отличался от всех других. То есть это такая прям точка, которая на до и после разлила жизнь. Про него много других интервью говорят. А у тебя были ещё такие вот события, реально до, после, которые делили? Да, есть разговоры, которые меняют жизнь. Этот разговор может быть запланирован с человеком, с которым ты очень хочешь поговорить. Либо он может быть случайный. Я вот добивался очень долго встречи с Жак-Антуаном из Бом-Приве в Париже. Я просто поехал туда, сел прямо у него. Очень долго он отказывал, отказывал. Это в каком году было? Это было 2009 год. А, ага. Да, 2009. Я прям приехал без спроса к нему, ждал, ожидал его. И в итоге он сказал, что он даст мне 10 минут, а проговорили мы там 3 часа. Эта встреча была очень важная. Очень важная. Она дала мне огромный толчок. Потому что он показал мне все, как работает. И я мог потом это повторять. По-любому, особенно когда мы маленькие, важно иметь какого-то значимого взрослого, либо значимого человека, который находится там, куда ты хотел бы прийти. Конечно, самая быстрая стратегия это найти правильную ролевую модель и повторять за ним очень быстро. Это намного-намного быстрее, чем попытаться разобраться во всем и потом делать. Уважаемые эксперты, блогеры и предприниматели, на этот канал я записываю подкасты с профессионалами своего дела и топами разных ниш. И сейчас как раз ищу таких людей, чтобы записывать больше полезных подкастов. Сначала я раскрываю вас в таком длинном формате подкасток, затем мы из этого делаем нарезки, публикуем их в YouTube Shorts себе на канал, также отправляю их и вам, что вы могли выложить себе на YouTube или в Rilse. И там эти материалы набирают миллионы просмотров. Меня, кстати, зовут Алексей Голубев, я Rilse YouTube продюсер, и это моя работа делать контент качественно. И если вы считаете, что ваши знания сделают мир лучше и вы хотите записать подкаст, то напишите мне по ссылке в описании. Ты упомянул, что я брал и делал то, что мне говорили, раз, два, три, четыре, пять. Это маркер человека, у которого нет раскачанного эго, корона на голове, гордыни. Вот вопрос, весь твой путь, особенно с учетом внимания соцсетей, тебе говорят инвестор, топ-20 и так далее. Ты не ловил корону на голову? Моё эго, наверное, размером до луны. Это уж не надо, конечно. Ну что такое эго? Это есть ты, да, как бы это. Я хочу всегда действовать в соответствии с своей самоиндетичностью. Ты не можешь иначе действовать, да, это у каждого человека есть. Если твое эго растворится, и тебя нет. Да, сейчас, конечно, популярно там ругать эго, но в эго есть огромное количество положительных вещей. Если ты убираешь отрицательный, убираешь положительный тоже. Важно просто не попадать в ловушку, когда эго наносит тебе огромный вред. Что такое? Корона, смотри, корона на голове, может быть, и вырастала. У меня никогда не было такой ситуации, чтобы я обращался с другими людьми, как будто я король, или что-то ставил людей ниже себя. Давай уточню. Для меня это непозволительно. Я про ситуацию, когда люди начинают думать, я сам все знаю, я сам все смогу, мне никто не нужен, как бы это мой результат, я дальше сам. И вот ценность тех людей, вселенная, которая помогала, удача, она отбрасывается, и человек забивает. Я про такое эго. Я думаю, что у меня был момент, когда у меня там все первые пять компаний, которые я сделал, все получились, и это было очень быстрое развитие. И в какой-то момент, я не думаю, что это не было. Я просто столько работал, у меня не было времени думать про эго. Да, просто я был сильно уверен, что я во всем разобрался. Все, я раскрыл формулу. Понимаешь, да? Мне казалось, все, я теперь знаю, как работает мир, что делать, как делать, и как это работает. Ну, конечно, это полная уверенность, что ты разобрался. Это всегда минута до того, как ты обычно получаешь жесткий отклик от мира. Что нет, ты не во всем разобрался. Ну да, но я, мне кажется, это было не состояние гордыни или что-то такое. Это было состояние сверх оптимизма, сверх веры в будущее. Это было в момент, когда я думал и верил, что я могу поменять мир, я могу помочь людям, я смогу и это. Я просто брался за любую проблему. Я могу и это решить проблему, и эту проблему могу решить, и эту проблему могу решить, потому что у меня есть этот инструмент предпринимательства, строят новые организации. Я научился это сделать, и мне казалось, что все, теперь я могу и рак вылечить, и это вылечить, и потенциал человека раскрывать, и вот это, и вот это, и вот это. Есть такая фраза хорошая, когда море по колено, вот это про это. Поэтому я и стал основателем слишком многих компаний, слишком многих организаций, и да, это привело потом к самой нижней точке, когда потом многое из этого не сбывалось и не получалось, и так далее. Да, было тяжело. Но сейчас уже с эго, понимаешь, мне кажется, вот эго и вот эти вещи, они могут... Человек, который много делает, у него не может быть этой болезни, потому что любой человек, который много делает, который деятельный, у него большинство вещей, которые он делает, не получается. Поэтому в основном предприниматели, серийные предприниматели, люди, которые строили большие организации, очень скромные они. Всегда я мало что знаю, там они вообще как бы, они получают очень много ударов. Вот они не могут быть такими, я вот только что был на юге Франции, там Монако, Сан-Тропе, и там очень много наследников, которые вот... Они вообще жизни ни одного дня не работали. Вот получил он какое-то наследство, 5% какой-то гигантской компании, всю жизнь может жить абсолютно обеспеченно, со слугами. И у них есть элементы некого высшего общества. Они могут думать, что вот мы высшее общество и некое что-то, что стоит выше. Это только могут делать люди, которые в жизни ни одного дня не работали, которые не знают, что такое вообще строить, которые заняты просто непонятно чем. Потому что если ты пытаешься что-то изменить, решить, строить будущее, ты получаешь такое количество опытов, что всегда будешь знать, что ты ничего не знаешь. Я просто знаю примеры, когда люди даже не строили 5 больших компаний, у них просто одна успешная сделка, и у человека после этого долги, уголовные дела, потому что он полез туда, куда не должен был лезть. Из-за вот этого появившегося раздутого эго, гордыни, я все сам смогу, мне море по колено. Как этого избежать, потому что 5 компаний не все построят, а вот какой-то маркер, после которого это может появиться, может возникнуть. Какой-нибудь предохранитель есть у тебя? Вот совет людям. Все самое лучшее, вот все, что мы помним, всех людей, которые мы помним в истории, у них у всех было большое эго. Как бы реально там. То есть я же, как бы ездить, есть люди, которые почему-то говорят, что я ставлю свой след в истории, мое имя и фамилия будут записаны в книжке. Это уже само по себе, да, как бы этот, а общество получает огромные преимущества от того, что такие люди существуют. Это большой мотиватор и для ученых, и для все. Поэтому я не отношусь, я не думаю, что я отношусь к тем, кто я бы не тратил много времени. Да, эго нужно держать немножко всегда под контролем, чтобы оно не сходило с ума, чтобы ты не ставил себе ложь цели. Самое важное, это если ты ставишь ложные цели, потом достигаешь их и чувствуешь только пустоту. Вот это самое, наверное, большой риск. Ну а как себя от этого предречь, ну не знаю. Наверное, нет другого способа, чем чтобы твой мозг получал доказательства. Все остальное, это, мне кажется, слишком маленькая сила, да, ты не можешь. Вот у человека, у которого поехала крыша, образно говоря, ты можешь ему словами, очень трудно им поставить его на место. Он должен получить результаты, отклик от мира, чтобы его мозг увидел. Да, вот это, я теперь знаю, что это так. Я бы много про это не думал. Насчет целей, во-первых, чтобы у людей не было вопросов, почему у нас лошади-единороги находятся на столе. У Оскара полмиллиона подписчиков на Ютубе, это крупная цифра, поздравляю. Так как Ютуб за это ничего не дает, моя команда мне подарила вот такого прекрасного единорога. Единорога из Крусталя, на всякий случай, вдруг кто-то не в контексте, потому что у нас не только предприниматель смотрит единорог, это символ компании, у которой капитализация в миллиард долларов, и Оскар называется охотником на единорогов, это он не сошел с ума, это метафора на то, что он находит, создает и принимает участие в создании таких крупных компаний, поэтому любит единорогов. Да, очень любит. Самый лучший куружочек в том телеграм-канале был, это когда ты на плоту, пытаешься грести на речке, его пересмотрел два раза, честно скажу. Это очень смешно. Окей, эго я понял, ты не считаешь, что это такой прям кей-фектор, за которым нужно следить, но нужно быть поаккуратнее, потому что ты дашь твою жизнь, доказывать, что иногда... Знаешь, я думаю, что даже наоборот, намного больше проблема заниженной уверенности в себе, чем завышенной уверенности в себе. Да, соответственно, если ты спросишь меня, вот средний зритель, который нас смотрит, у него проблема не в эго. В его отсутствии. Проблема в том, что большинство людей делают себя намного хуже, чем они есть, обесценивают свои суперсилы, обесценивают свою зону гения, потому что думают, наверное, так все могут. Просто массово люди считают, что они недостаточно хороши для того или иного, якобы что-то зарезервировано для каких-то отдельных людей, для какого-то высшего общества, или элиты какой-то там, или для каких-то наследников непонятных людей. Поэтому, если бы мне сейчас дали выбор, на что делать упор, я бы повышал уверенность в себе людей, повышал, потому что я встретился с таким количеством людей, которые поменяли мир. И главный инсайт, что они не хуже и не лучше, чем мы обычные люди. Они так же там зависают в ютубе, в социальных сетях, срываются на детей, смотрят сериалы, играют на советах директоров кэнди краж какой-нибудь. Это такие же люди, как и все остальные. И вот эта идея, что надо из себя сделать какого-то сверхчеловека, эго, да, чтобы сделать что-то стоящее в жизни, это ложная мысль. Поэтому я думаю, что мир страдает от огромного количества неуверенных в себе людей. Лучше повышать уверенность в себе, повышать. Сейчас век социальных сетей. Раньше я бы в деревне жил. Если я мог сделать сальто назад, я был самый крутой пацан. Все. Если я что-то умел, я умел на одном колесе кататься или что-то. Это вау. Я в своем маленьком городе, я был единственный. А теперь, ну и что у всех в тик токе, в инстаграме, два сальта назад, пять сальта назад, на трамплине делают, там 13 сальта назад, со скал спрыгивают. И уже, ты не можешь уже отличиться. Так как бы ты, по сути, все видят, что в мире есть всегда кто-то, кто настолько круче, чем ты, что ты никто. Поэтому я думаю, что как бы эго — это такой неправильный диагноз. Это очень маленькое количество людей, которых это касается, и их сама жизнь не справит. Там ничего делать не надо. Зафиксировали. По поводу выбора. Твоя жизнь сложилась так, что в итоге, к текущей точке, количество правильных выборов и их важность. Мультипликатор сделал все так, Конечно, твоя жизнь и есть серия, длинная серия твоих решений. Да. Но у тебя были неудачные. Например, как ты в озоне потерял 300 миллионов рублей. Да. Это самое худшее решение, это которые, да, упущенные возможности. Вот. То есть, это слепые, это невидимки. Ошибался ли ты в людях, например, партнерство, команда, полагаю, тоже да. Много раз. Конечно. Вот вопрос насчет выбора, потому что мы постоянно делаем выбор, где-то маленький, где-то более глобальный. Не сделанный выбор, это тоже выбор. Но простая проблема в том, что видимые ошибки, да, если ты там организовал вечеринку, и на нее никто, только пришло два человека, это вот, ну, ты получаешь, как бы, это понятная ошибка, да, как бы, ну, которая вот видно, это ущерб, который видно. Или ты там что-то попробовал и потерял, предположим, два миллиона рублей, и сварились. Один из главных инсайтов этой книги был про то, что больше урона мы получаем от того, что не делаем, но никто не показывает. Вот. И здесь мысль в том, что у каждого человека, так считают, например, такие люди, как Уоррен Баффет, я очень много читаю Уоррен Баффет, вот он считает, например, что каждый человек за жизнь видит на самом деле, к нему приходят 25 всего лишь, может быть, иногда он даже говорит меньше, но предположим, 25 самых ключевых шансов в твоей жизни. И все топовые инвесторы, там, Уоррен Баффет, неважно, они, по сути, в конце жизни у них там 4 принятых решений или 10 принятых решений. Это 95% всего успеха. И непринятые решения, это упущенные возможности, стоят намного, намного дороже, чем вот эти ошибки. Да, соответственно, если мы представим человеком себе человеком, в конце твоей жизни ты получаешь всю правду про себя. Книжку со всей статистикой. Все. Вот сколько раз ты целовался, сколько людей тебя любили, как это вообще. Все, вся статистика про тебя, про твою жизнь. Сколько часов ты просидел в социальных сетях и так далее. И предположим, там написано вот какие были самые большие возможности в твоей жизни, где ты мог действовать, которые ты пропустил. И они вот, они приходят, уходят, приходят, уходят, приходят, уходят. И поэтому я всегда говорю, надо, я всегда хочу быть как героем в ожидании. Ты герой в ожидании, ты никогда не знаешь, когда эта возможность придет и как нужно активизироваться, когда она придет. Потому что мир складывается каким-то образом. И да, и вот эти, да, у меня образы, мои самые большие ошибки, у меня были вещи, где я терял миллионы долларов, но это ничего по сравнению с тем, что я, например, недооценил ОЗОН, что эта компания после 20 лет и длинный период стагнации может сделать вот такую хоккейную клюшку. Ну вот не думал я, что это возможно. А там было не 300 миллионов рублей, это в долларах. 300 миллионов долларов. Ну не думал я, что один человек, новый генеральный директор, сможет так видоизменить всю компанию, всю судьбу компании, и все. Это было в моей голове невозможно. Что он тогда сделал? У меня такой вопрос есть точно в списке. Что тот генеральный директор, не помню фамилию, сделал в ОЗОНе? Александр, наверное, ученые будут долго изучать и спорить о том, что был сделан, но первое, что он абсолютный работяга. Если ты ему напишешь сообщение в субботу 21.30, ты получишь ответ в субботу 21.30. Это человек, который очень много работает, и у него было четкое видение, четкое видение. он когда пришел, ОЗОН был в очень плачевом состоянии. прям совсем. Это минус 20% и беда, отсутствие роста, все устаревшие системы. Ну, все было. Компании было 20 лет. Она уже, ну, как бы, не смогла. Закат империи. Если ты за 20 лет не построил российский Амазон, какая вероятность, что ты построишь российский Амазон? И он, первое, что он сделал, он посмотрел все, что делает ОЗОН, что не делает Амазон, и это было закрыто. Все, что делает Амазон и не делает ОЗОН, было открыто. Соответственно, если у тебя есть ролевая модель, которая, в случае Амазона, стоит больше триллиона долларов, так как бы, представляешь себе, если, если у тебя 250 миллионов долларов и есть ролевая модель, которая в тысячи раз больше, чем ты, перед тем, как придумывать новые вещи, наверное, ты должен повторить то, что они уже сделали. И эта стратегия оказалась выигрышной, потому что, делая то, что делает Амазон, ты, даже не зная, копируешь фактор успеха. Да, там вот у них есть определенные вещи, которые делают Амазон сильными. И вот это, на мой взгляд, это моя интерпретация, опять сейчас, моя интерпретация о том, что Амазон начал наконец-то, вместо того, чтобы делать, до этого был генеральный директор, который из оффлайн-ритейла пришел, он хотел больше делать, вот, какие-то интересные идеи из оффлайна, меньше ассортимент, более правильно, какие-то вещи, это вообще не работало. Вот Александр, это силы одного человека. Один человек может прийти и перевесить все остальные факторы. Вот это я, ну, в этот момент, в тот момент, когда я продавал свои акции, я не думал, что это возможно. Ну, вот такая история, но, вот образы, у тебя, у меня есть ошибки на миллиарды долларов, таких упущенных возможностей, есть только десятки миллионов долларов, ошибок, ошибки, попробовал, проверил тезис, не сработало, получил результат, отрицательный, и они не имеют значения, они в том, что я делаю, в построении будущего, сколько раз ты промахнулся, не имеет значения. То, что имеет значение, попал ты раз, вот как в бейсболе, хоум рам называется, да, если ты один раз попал, это, это самое главное. был у тебя хоум рам или нет, это определяющий факт, а сколько раз ты мимо, это не имеет значения. Ты насчет продал, миллиарды и так далее, я нигде публично не видел фразы, там, Оскар, доллар и миллионер, рублевый миллиардер, можно как-то вообще это записывать? Я уже много раз говорил, да, что я не долларовый миллиардер, да, я, у меня там, колбасится между, там, 100 миллионов и 200 миллионов, в зависимости от оценки акций, если бы сейчас вот все продать, я вот сейчас на данный момент в рынке, непонятно, с такими высокими ставками, но это более-более, сильно больше, чем достаточно. Но это все в активах и компаниях, основная масса. Да, естественно, так вообще, всех этих миллиардов долларов нет, в принципе, да, если взять все богатство мира, оно там 60% лежит в недвижимости, это не в деньгах, потом все публичные компании, все частные компании, долговые инструменты, кеш, золото, бриллианты, это микроскопический процент от мирового состояния. Но если ты сейчас продаешь все активы и выходишь в кэш-аут, можно зафиксировать, что в текущую секунду Оскар Хартман рублевый миллиардер. Много раз. Хорошо. По поводу вот этого кейса сезона, вот если говорить про топ-менеджеров, которые заходят в какие-то проекты, им нужно на своих плечах вывозить комплекс на работу, предпринимателей, что ты видишь как ключевой фактор, без которого все, что остальное умеет или делает человек, обнуляет? Вот ключевой фактор для результата у собственников или предпринимателей. Есть что-то вот, то, что он работяга, или может быть еще что-то? Много работать – это точно лучше, чем мало работать. Является ли это определяющим фактором? Нет. Гарантирует ли это тебе успех? Нет, не гарантирует. Я думаю, что если вот перематываю вот сейчас всех миллиардеров, которых я встретил, и даже не только миллиардеров, топовых спортсменов, топовых деятелей, людей, которые поменяли мир, я вот сейчас перематываю, и что у них общего, главный фактор, у них ничего общего. Абсолютно бессмысленный вопрос. За этим вопросом стоит желание найти что-то, что у них общее, и приделать это себе самому. Изменить себя, чтобы повысить вероятность стать таким. Это ложное мышление. Ложная мысль. Как я увидел философию этой книги, что нет результатов у людей, которые как снайперы пытаются вшух, и что-то получилось. Только если они уже где-то наверху, но до этого все равно они много-много делали. Или же все-таки ты тогда встречал кейсы, где... Смотри. Первое, что есть огромное количество людей, абсолютно разных, интроверты, экстраверты. Люди, которые быстро решения принимают, люди, которые мега-медленно решения принимают. Даже есть неэнергичные люди. Да, большинство людей с большими результатами, они очень энергичными. Но они такими кажутся, потому что, когда ты много делаешь, ты визуально кажешься больше энергичным, чем менее энергичным. Но даже есть ленивые, кто спит очень много, 12 часов. Вот мы сейчас путешествовали вместе, там огромное количество топовых предпринимателей. Некоторые просто не могут по утрам вставать. Они не встают. Они просыпают. Они везде опаздывают. И они тоже успешны. Тоже успешны. С таким вот моделем. Есть люди, которые живут Life и Skype. Есть люди, которые живут по календарю разные. Но у них есть что-то и что-то общее. Они, во-первых, рано или поздно, они поняли, что им самая выгодная позиция им быть самим собой. Потому что, когда ты являешься самим собой, нет ни одной роли, в которой ты сможешь лучше играть и более мощно, чем самого себя. Соответственно, они перестали обесценивать свои суперсилы, свои разные у всех. И они играют на своих сильных сторонах. У них есть абсолютно разные сильные стороны. Я быстро решение принимаю. Но есть люди, которые не быстро решение принимают. Вот я же был с предпринимателем в отпуске. Мы должны были на вертолете полететь. Он шесть раз поменял решение. Лечу? Не лечу. Нет, все-таки лечу? Нет, все-таки не лечу. Все, нет, я лечу. Нет, не лечу. Потом я уже уехал в аэропорт. Он говорит, все, я догоняю, я все-таки лечу. Приехал в аэропорт, говорит, скорее всего, не полечу. Это очень успешный человек. И это имеет право на жизнь. И это имеет право на жизнь. На самом деле, вещи, которые можно как догмат, вещи, которые можно поставить догматически, вот это точно убивает успех. Это очень маленькое количество вещей. Это вот, если ты тотально не умеешь доверять людям, если ты не умеешь общаться, там, действительно, ты больной человек. У тебя, ну, сверхнизкая энергия, сверхмало мощности. Если ты не, да, может быть, какие-то вещи могут быть, которые сильно, но мир процветает от многообразия, разнообразия. И бизнес-модели такое количество разных, что и типов характера, личности, сильных сторон и так далее, такое же многообразие. Поэтому, мой аргумент в том, чтобы не пытаться себя переделать, а пытаться узнать себя, найти свои, свою уникальную комбинацию и делать на нее ставку. Вот это намного более, вот это, и чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. А богатые люди, очень богатые люди, они вообще себе позволяют, они вообще уже не парятся. Ну, вот просто, им не надо ничем, никому больше ничего не доказывать. Они могут просто вот, они могут показаться, я устал, пошел спать. Им не надо, они не пытаются себя сделать лучше, чем они есть. Они вот, они становятся вообще самим собой. Среди людей, которые работают в компании, есть те, которые вот где работают, пусть там работают, это не хочется поднимать, они сами не хотят. А есть те, которые растут по карьерной лестнице, просто как сырники. Вторые, но предприниматели тоже, они вроде даже не просятся, но их хочется пристегнуть к себе и делать с ними какие-то проекты. Вот давай сделаем какую-то декомпозицию хотя бы крупными мазками. Хорошо, есть хорошие знаки, есть плохие знаки. Давай, и на уровне скиллов, хард-скиллов, и на уровне софт-скиллов. Окей, есть некие предикторы, которые вот есть человек, ты должен предсказать, какая у него вероятность, что он станет миллиардером. У этого человека. Ну, это факт. Потому что если ты будешь рядом с ним, ты тоже хорошо заработаешь, правильно? Или не только там станет миллиардером, просто станет человеком, который решил большую проблему или поменял ход какой-то индустрии, сделал что-то системообразующее. Самый большой предиктор, если этот человек уже это делал в прошлом. Соответственно, человек, который уже что-то делал, имеет намного больше шанс, что он это сделает еще раз, но не стопроцентный шанс. Даже если ты построил единорога, и ты делаешь следующую компанию, вероятность, что твоя следующая компания станет единорогом, не более 10%. Не более 10%. Но, естественно, нет ничего более ценного. Если я смотрю на человека, мне нужно понять логика его жизни. Какие у него были жизненные линии, какие там точки, какие пики. Что этот человек уже? Человек, который уже один раз создал ценность, ты создал ценность. Ты сделал 70 подкастов для мира. Они сколько просмотров собрали? Миллиона два, точно три. Вот так. Совокупно. Просто у меня на ютубе же с шорцами показывает статистика. Ну, на глазок три. Хорошо. Три миллиона. Ты создал некую ценность. Ты создал ценность для мира. Соответственно, твоя вероятность, что ты в будущем тоже создашь ценность, она очень сильно выше теперь. Ты создал что-то для мира, что нужно. Ты эту собрал комбинацию, вот совокупность. Вот я почему-то здесь сижу, вот единорог здесь. Ты это сделал. Поэтому очень важно, если ты хочешь, например, стать человеком, который имеет большой шанс что-то большое сделать, нужно постоянно создавать какие-то комбинации. Организовать какое-то мероприятие, организовать какую-то вещь, сделать какой-то продукт. Любой. Вот любой продукт. Это может быть цифровой продукт. Сделать что-то своими руками, что радует других людей. Если ты это сделал, теперь масштаб. Сначала ты это сделал, что будет маленький масштаб. О, я организовал турнир по теннису, в котором участвовал 30 человек. Маленькая такая штука. Ну ты это сделал. 30 человек пришли, участвовали, там был какой-то кубок, что-то там появился какой-то спонсор. Ты организовал некую вещь. Все. Твой мозг. Самое главное. Самое главное даже не то, что мир про тебя думает. Самое главное то, что ты сам про себя думаешь. Ты своему мозгу показал, что я взял, этого не было. Я сделал, чтобы это было. И это то, что теперь есть. Было нужно другим людям. Вау. Твой мозг уже делает вывод. Я могу менять мир. Я могу что-то создавать. Это нужно людям. И мне это нравится. Мне это нравится. Это кайф. Да? Если у тебя в голове вот эти нейронные связи есть, что ты не просто пассивный потребитель мира. Ты не просто пассивный участник. А ты активный участник всего, что происходит. Ты сначала это делаешь на маленьком масштабе. Потом, окей, думаешь, ну если я это смог, что я еще смогу? Давай вот это. Вот это. Потом постепенно, постепенно. Может быть, в университете сделаешь какой-то, не знаю, межуниверситетскую олимпиаду 5000 участников. Вау! Уже что-то ты уже, ты там ты уже начнешь получать признание. Да, там. Девушки будут тебе тянуться, ты как лидер и так далее, и так далее. И вот так постепенно, постепенно, рано или поздно к этому человеку приходит возможность. Вот это одна из этих 25. И она не просто проплывает мимо, как просто какая-то... Ну, возможности проплывают мимо людей, они думают, да, это возможность, но это не для меня. Ни один единорог из последних 15 лет не был создан аналитиком. Аналитики всю информацию имеют, все знают. Они знают рынки, возможности, бенчмарки. А чего им не хватает? Ты должен рано или поздно смотреть на эти цифры и подумать, что я тот человек, который это сделает. А если ты просто эти цифры смотришь, как просто сухое, непонятно, у тебя нет даже импульса вот этого. А люди, которые знают намного меньше, у которых намного меньше данных, они видят какую-то возможность, но их мозг говорит, о, я уже такую штуку один раз видел, я действовал, и там было кайф. Вот сейчас побольше штука, но может быть я опять смогу. И тогда эта возможность не проходит мимо тебя. Соответственно, к этому надо прийти. Я когда свою первую возможность увидел, в Германии не было интернет-магазина спортивного питания, я увидел эту возможность, я подумал, а почему я 18 лет могу стать человеком, который сделает интернет-магазин спортивного питания. И сделал. Но я был слишком тупой, чтобы сделать его большим. У меня пошли заказы, тысячу заказов в месяц, у меня все было хорошо, но я не думал, что я могу быть тем, кто сделает из этого миллиардный бизнес. Поэтому 4 года после меня появилась компания MyProtein, которая в этом же рынке с той же бизнес-моделью все то же самое построила даже не миллиардную компанию, а 10-миллиардную компанию. В какой-то момент TheHard Group, который принадлежит MyProtein, оценивался в 10 миллиард. Та же самая бизнес-модель. В чем разница? Основатель был Оливер. В чем разница Оливер и Оскар? Просто у Оливера до этого было уже несколько бизнесов побольше. И он подумал, не только что, я что думал? О, у меня покупают. Классно. У меня покупают, я зарабатывал. Чуть-чуть зарабатывал, но достаточно, чтобы там свои вещи делать. У меня не было идеи нанять сотрудника, делать что-то масштабное. Я не думал вообще, как сделать 100 тысяч заказов, миллион заказов. В моей голове это отсутствовало. Вот эта связь. Ну, у меня хотя бы была идея это сделать. Куча других людей, у них вообще отсутствовал импульс что-то сделать. Приходит возможность. Вот сейчас, например, пришла возможность, внутри Телеграма экосистемы появились миниапы. Да, соответственно, теперь в рынках, где большой очень Телеграм, можно, естественно, в Китае это уже так, там есть Вичат. Внутри Вичата есть топ-стоп приложений, которые можно посмотреть. Какие топ-стоп приложения внутри. И сейчас есть возможность внутри Телеграма делать вот эти миниапы. Это будут новые компании, которые используют новую дистрибцию. Эта возможность проходит, вот я только что сказал, кто-то услышал. Она либо уходит, либо кто-то берется. Поэтому примерно так это происходит. Поэтому самый большой предиктор, ты сделал что-то. и часто такая история, вот у меня компания Flash & Post, мы продали за миллиард евро. Основатель, Дитер, первая компания, интернет-магазин кадриджи для принтеров. Выводит на 10 миллион евро оборот, продает за 10 миллион евро. Вторая компания, интернет-магазин, питание для животных. Доводит до 50 миллионов евро оборот, продает за 50 миллионов евро. Следующая компания, Flash & Post. 1 миллиард евро. Вот он до этого не брал, он до этого продавал компании за 10 миллионов, за 50 миллионов. 10-50 миллиард. Через 3 дня после продажи Flash & Post, он опять открывает компанию. Уже с целью сделать что-то, что поменяет весь мир складской обработки. Он полностью автоматизированы, роботизированы склады. и он сразу на первый вход, сразу вкладывается 150 миллионов евро в эту компанию, потому что это такой человек. Если такой человек, как Дитер, делает компанию, ему на старте дают 150 миллионов. И он терпит крах. Не получилось. Но, вероятно, что получится, поэтому я тоже вложился в четвертую компанию, была очень высока. Поэтому, если мы, ну как бы, по предикторам говорим, самый большой, это как бы, я понимаю, что это звучит банально, самый большой предиктор, что у тебя, что-то получится, что у тебя получалось раньше. Релевантный опыт. Да, даже нерелевантный опыт, да, это даже, здесь может быть нерелевантный опыт. Ты, например, делаешь компанию, например, фармакомпанию или в пьеттехнологиях, до этого у тебя не было косвенно релевантный. Да, косвенно. Релевантный опыт заключается в том, что ты вообще знаешь, что ты своими руками можешь что-то сделать. Это самый большой предиктор. Нет ничего сильнее, это с большим отрывом стоит. Потому что туда входят уже все остальные. Если он уже сделал, значит, у него есть нужная совокупность навыков, чтобы подобное делать. Ну да, он может организовать какую-то группу людей, добиться того, чтобы другие делали что-то для него. Если ты смог организовать турнир по ТНС, что ты доказал? Ты смог с кем-то договориться о чем-то, сделать так, соблюдать календарь, чтобы какое-то событие в какой-то момент случилось. Ты мог вовлечь друг в них, чтобы они участвовали. Продажи, маркетинг, организация, HR. Ты, по сути, на очень маленьком мероприятии доказал основные функции, которые тебе нужны. Но, если дальше идти по предикторам, естественно, образование огромный предиктор. Чем больше образования, тем лучше. Это факт. Это факт. Чем больше, есть больше основателей единорогов, профессоров, чем тех, которые бросили университет. И чем более сложную полосу препятствовать и прошел, тем лучше. Если ты делал трудные вещи, это суперпредиктор. Ты делал трудные вещи, ты решал сложные, комплексные проблемы. Поэтому я часто на собеседованиях задаю вопрос, какую самую большую проблему ты решал? Вот, например, какую самую большую проблему ты в своей жизни решил? Это врасплох вы так сдаёте или на анонсирование? Например, так. Какая самая большая проблема, которую ты решил? Сейчас, давай, интересно. Либо не могу вспомнить, либо пока жизнь уберегла от больших проблем. Были сложные моменты, но у меня нет, знаешь, такого скачка, чтобы я вот тебе сейчас в ходу сказал. Ну, к счастью, я не на собеседовании. Да, ты только что существенно снизил шансы, но я думаю, тебе сейчас голову придёт, как мы будем сейчас дальше разговаривать, тебе придёт в голову какая-то, потому что мы не должны облегчать себе жизнь, да, как бы, иногда люди спрашивают, для какого образования выбрать? Самое трудное, самое трудное. А, вспомнил, ну, для меня очень сложно было с человека, который был неучим до девятого класса, учился так на тройке, за два с половиной года наработаться так, чтобы сдать всю эгеподстой и поступить на Мехмат МГУ на бюджет. Ну, то есть я просто два года отпахал, как конь. Вот. ты поступил, у тебя была задача поступить на бюджет в какой университет? Мехмат МГУ. Это очень сложно. Это было невероятно сложно. Большая проблема. При этом ты отставал, у тебя были отстающие знания. Классно, классно, классно. Как ты эту проблему решил? Я просто посчитал, сколько, я замотивировался, посчитав, сколько родителям придётся отдать заплатное образование, охренел от этого, понял, что в целом-то я сам могу, просто раньше не особо делал, и начал делать. И просто два года очень много учился. У меня по русскому языку первые пять оценок были в десятом классе, пять двоек. Я вообще был безграмотный. ЕГЭ сдал на сто. У человека есть свобода воли. Классно. Вот чем больше ты таких вещей делаешь, трудных, поступить по бюджету вот в этот университет было трудно. если ты сделал трудные вещи, это увеличивает существенный шанс, что ты сделаешь что-то трудное в будущем. Построить успешную компанию трудно. Поэтому иногда у меня там спрашивают люди, какой университет, у меня есть там инжиниринг, на инженера пойти, либо, например, пойти там в какой-то другой. У меня, например, студент спрашивает, Оскар, как ты думаешь, лучше сюда поступить, либо сюда поступить? Что лучше для... Я хочу в будущем быть предпринимателем. Потом он мне пишет через год, я спрашиваю, куда ты поступил? Он говорит, никуда не поступил. Я не мог решить, никуда не поступил. Я ему говорю, хорошо. Любая из опций была лучше, чем ничего не делать. Вот любая. Если ты, например, не можешь решить по содержанию, просто выберись более трудным. Вот что... Инжиниринг точно более трудно, да, это там твердая вещь, это более трудно, нужно напрягаться, поэтому это был бы, скорее всего, лучший выбор, чем другой. В России физтех создает больше всего масштабных, крупных предпринимателей, потому что физтех закончить тяжело. Это сложная полоса препятствий. Освоить какие-то вот эти вещи, квантовая механика и так далее, очень тяжело. Твой мозг ломается, ты думаешь, ты не сможешь, у тебя сомнения, ты думаешь бросить, не бросить, ты проходишь, тебе нужно себя научить соблюдать дисциплину, вставать по будильнику, иметь какой-то режим, сидеть на заднице, делать что-то. Если ты доказал, что ты это можешь, ты показываешь, что ты в будущем тоже это сможешь. Поэтому, когда смотришь человека, если у него была тяжелая полоса препятствий, силовая большая, и даже большие вызовы у него в человека были. Опять, если я собеседование провожу, какую большую проблему ты решал, и какие твои жизненные линии, вот как твоя жизнь шла. Если там были большие вниз, большие вверх, большие сотрясения, это супер плюс. Супер плюс. Потому что человек видел и вверх, и вниз, и он смог преодолеть, он мог сделать разворот. То, что ты сделал, ты сделал разворот. Ты взял жизнь под свой контроль. Значит, твой мозг верит. Ты уже другой человек. Ты уже веришь в глубине души своей, что человек может меняться. А есть люди, которые говорят, человек не может меняться. Выросло, что выросло. Понимаешь? А ты веришь, ты веришь, это так называемый growth mindset, это ты говоришь, что если ты куда-то прикладываешь усилия, ты в этом направлении растешь. Соответственно, есть, вот это тоже предсказывает большой-большой предиктор успеха. Это такой называемый настрой ума на рост, что ты веришь в свободу воли, что ты можешь принять решение изменить свою жизнь, ты можешь принять решение изменить мир и что это под твоим контролем. Ты будешь удивлен, сколько людей в мире живет, у которых это идеально. идеи нет. У них это идея нет. Они думают, что все это дедерминизм, все у кого-то есть, это все наследство, все, что с тобой случается, это просто... Судьба предрешена. Да, судьба предрешена. Дедерминизм – это очень вредное мышление, даже если это так, вредно так мысль. Даже если это так, вредно так мысль. Поэтому вот эти полосы препятствий иногда состаются искусственно, то есть, чтобы поступить в Гарвард или где-нибудь, или если ко мне на программу поступить, очень трудно поступить. Большая полоса препятствий. Для того, чтобы проверить, может человек вообще проходить полосы препятствий или нет. Есть люди, которые не могут пройти самый базовый плод там. Потому что требуются базовые навыки. Поставить что-то в календарь, следить за календарем, когда приходит время сделать это действие. Эти базовые навыки у многих людей отсутствуют, к сожалению. А чем лучше они у тебя есть, тем лучше. Вот это вторая вещь. Третья – это, естественно, это базовый интеллект. Базовый интеллект, который определяется таким образом. Твоя способность достигать комплексные цели. Это не что-то, как твоя способность решать головоломки. Это не твоя способность видеть там какие-то корреляции. Это твоя способность решать комплекс, достигать комплексные цели. Чем больше целей ты достигаешь, чем более ты интеллигентный. Точка. Это не зависит от того, как ты красиво разговариваешь есть очень интеллигентные люди которые не могут разговаривать но не умеют достигать цели это другой они комбинируют все виды интеллекта в достижении цели это тоже большой предиктор на это можно улучшать это можно как мышцу тренировать да есть части которые фиксированы это генетика 50 процентов определяет но 50 процентов не генетика придать например изучение новых языков добавляет интеллект есть вещи которые чем больше ты двигаешь свое тело чем больше нейронных связей так далеки и дальше у тебя есть такие маркеры иммигранты люди которые меняли место жительства своей жизни люди которые начинали жизнь по сути заново новом месте в четыре раза чаще создают что-то большое чем люди которые жили всю жизнь в одном месте у которых якобы есть связи и там какое-то некое преимущество но это преимущество на самом деле является минус когда думал что до коренномосквич это преимущество и да и в этом вот знаешь я бы сказал что я смотрю очень внимательно если представить себе что человек это вот тысячу мерная спектр да вот и все интроверт экстраверт это спектр на вот вот как этот стол представь себе что каждый человек расположен в таком многомерном кубе вот ты больше и кстати вот если это самый экстраверт самый интроверт и где находишься вот вот здесь да потом если говорить ты больше глобально думаешь либо в деталях ты где находишься более глобально или очень детально вот здесь если сейчас мы зададим тебя еще 10 таких вопросов у тебя появляется какой-то профиль твоя индивидуальность таких вот таких измерений есть много и самые известные до который там майор прикс есть там хоган и ты разный и самый известный но есть менее известный да там уровень энергии активность и так далее на мой взгляд выдающихся результатов достигаются люди которые в чем-то находится у краешку в чем-то одно соответственно ты по экстраверт интроверты поставился сюда посерединке интроверт был вот здесь же да 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 ты подставил себя здесь тоже ты поставил себя ну с уклоном да но почти все люди которые нормальные люди они все находятся здесь на уровне энергии я поставил себя вот здесь да хорошо да там может быть но еще раз в основном единорогов строят люди ненормальный вот если ты находишься где-то здесь там по уровню энергию ты сказал ты находишься здесь если для такой уровень энергии например мне в школе я не мог сидеть на в классе невозможно не единственно кому разрешали выходить на улицу в любой момент у меня было такое право что они знали что соответственно если у тебя моих родителей вызывали в школу естественно и говорили говорили ваш оскар ненормальный он ненормальный он не может сидеть 45 минут и также в другом чем просто я в детстве считал что я какой-то не такой знаешь хотя такой же был я да да так и есть многие считают себя дефектованными потому что у них какой-то особенность кто-то например спит по 12 часов в день и у него он думает что что-то с ними то он особенный может быть есть какие-то склонности аутизма или что-то другое у таких людей могут быть сверхспособность если они делают упор не пытаются заставить себя в 5 утра вставать потому что в каком-то youtube-видео кто-то сказал что надо в 5 утра вставать а если они делают сильный упор на свою сильную сторону а когда такими людьми люди становятся успешными они говорят да я сплю 12 часов мне нужно больше других у меня мозг так работает у меня мозг невероятно за мне нужно вот они признают свои слабые стороны так как они уже разбогатели им пофиг что ты подумаешь я недавно встречался с очень успешным человеком из голландии один из самых успешных и он не говорит о мне просто встречи говорит я полностью дефокусированный я не могу сосредоточиться на дно мне всегда нужно много бизнесов потому что я не могу долго я всегда хочу перепрыгивать у меня может так работать он не все это рассказывает прав то что многие считают мега слабостью он рассказывает что он вот я я такой поэтому я сделал себе так поэтому у меня вот так поэтому я строю университет вот так потому сильные стороны во благо конечно нужно в чем-то отличаться или в какой-то комбинации да может быть какая-то уникальная комбинация а где-то еще такое гиперболизированный в каких областях вот и неадекватен у меня толерантность к риску сумасшедший а в плане это проявляется в виде спортов допустим там да я вообще могу для меня очень осторожно потому что я могу не видеть риск вообще там где другие увидят это опасно для жизни соответственно где это проявлял в жизни мне например нельзя за рулем ездить часто да потому что и вертолет точно нельзя управлять что когда пилот говорит нельзя лететь я обычно говорю можно лететь ну как мне у меня полное ощущение стопроцентно что это ок ну как бы когда я с пилотами летаю я всегда говорю сделай это он говорит нет я говорю почему это мой мозг считает что это ок поэтому смешно до сядем мы на эту елку чё ты конечно не это я по я и было много ситуаций жизни где мог погибнуть например ну ну это просто риск я брал риски неадекватные даже когда на сноуборде катаюсь тогда мне нужно себя самого от этого защищать потому что это неправильно во первых это может иметь разные причины то может быть например атрофированная чужой боли если ты не чувствуешь боль так сильно как другие в детстве не получаешь боль ты не так сильно боишься вещей я беру чем на деревья лазил не боялся падать потому что другие дети сильно боялись да я не бы у меня не было вот этого страха да и вот я все детство на деревья лазил как сумасшедший чем выше тем лучше тем выше тем лучше это было вот для родителей это было очень страшно как только они меня оставляли одного я сразу куда-то залезал очень высоко и до последней ветки вот так шатался поэтому например когда в бизнесе когда я например преследую когда я говорю да давай это делать я мне всегда кажется что это точно получится когда в другие говорят подожди ну это же вот это здесь культуры нет такого вот это здесь это живут здесь столкнешься с таким сопротивлением есть люди у которых могут ним сразу назвать пять причин почему это не сработает у меня первое что я вижу это пять причин почему это сработает и мне вообще не кажется вот мне почему-то не кажется таким страшным ну вот брать какую делать какую-то комбинацию в которой есть почти стопроцентная гарантия что это не получится но есть маленький маленький шанс что это получится для меня это о я при этом чувствую себя хорошо в ситуациях где другие люди страдают сильно например когда большая неопределенность ты просто не знаешь и чем больше людей спрашиваешь чем меньше ты знаешь конкретный пример искусственный интеллект представь себе что ты сейчас строишь какую-то компанию в искусственном интеллекте во первых у тебя конкурентов глобально ты делаешь копилота для юристов чтобы был искусственный интеллект который юристам помогать так в мире сейчас 200 команд которые делают копилотов для юристов плюс крупные компании microsoft open я и так далее делают похожие вещи которые тоже эту проблему решат есть некая вероятность что появится и джи ай который вообще эту проблему тогда твоя компания вообще не нужно будет и ты входишь ты входишь в эту тему полная неопределенность что будет искусственный интеллект умеет через пять лет мы знаем ты можешь прослушать всех там от сэма алтмана до маска сергей брин все кто занимается и они тебе скажут мы не знаем есть огромный развилка может быть вот так может быть вот так 1500 других версий конкуренция огромная рынок глобальный оборота еще нет кто будет за это платить пока вообще непонятно где консолидируется власть и где будет консолидироваться маржа тоже непонятно в чипах либо в лом мах либо в приложении где будет оседать вся прибыль непонятно большинство людей в мире не готовы идти в такой обстановке вперед слишком много неизвестно слишком писать даже если ты строишь склад представляешься ты открываешь где-то склад ты думаешь блин а нужен ли этот склад здесь ты уже знаешь склады нужны электронной коммерции растет ты понимаешь что ты его построишь он точно будет что-то стоит и все равно люди боятся люди боятся даже такую компанию открыть кофе где-то открыть или цветы это уже страшно а теперь представь себе тебе нужно продавать то что непонятно покупают люди или нет в ситуации где ты не знаешь сколько у тебя конкурентов как будет развиваться все и люди это делают поэтому те люди которые сейчас развивают копилотов для юристов это люди с высокой толерантностью к риску сверх высокой они по сути у них очень большая часть их успеха не под их контролем но они живут вот такой наверное я вот этим сильно отличаюсь то ты упомянул несколько вопросов которые ты должны собеседованиях какие еще вопросы дочка только эти два дальше это все что мне нужно я других вопросов не знаю окей по поводу сложности пути вот пример конкретный моя сестра она уже получается год вроде как плюс минус я просто точно сроки не помню делать стартап на базе искусственного интеллекта они делали первопродажи там проект b2b они делают на нас основатель там базы данных работа были первые клиенты даже какой-то не зашел адвайзер который до этого делал успешные стартапы то есть люди видят потенциал но при этом идет адски тяжело то есть они поставили они волым пошли ушли с работы все сооснователи бы они были на больших должностях то есть она прям была в топе чтобы делать это стартап кстати хороший знак вот аистра молодец если человек с большой зарплаты с большой позиции ушел в стартап это большой но идет адски тяжело хотя были вроде первопродажи там том числе сложности потому что они из россии а идет работа на зарубежный рынок и так далее и вот ты даже говорил в книге я вот выделял нашел такую цитату подчеркивал что когда нужно сделать выбор нормально идет не адски тяжело идет просто нормально вот как то еще считаешь путь свой действительно нужный путь он должен он может и должен идти тяжело сложно или все таки искать легкость надо это все относительно что значит тяжело легко это наши я думаю она сейчас прекрасно сидит какой-нибудь кофешопе пьют вкус вкусный капучино у него нет угрозы для жизни для чего-то но как бы это все относительно больше всего мы страдаем от каких-то иллюзий которые мы себе придумали якобы что все двери закроют предположим что они не получится она будет еще более востребованный кадр потому что теперь у нее есть опыт внедрения искусственного интеллекта на больших да если она этот путь даже предположим что не получится ее ценность в корпоративном мире возросла в три в четыре раза потому что она не только доказала что она крутой топ-менеджер она еще доказала что она еще с предпринимательскими сейчас больших компаниях больше всего ищут внутренних предпринимателей она доказала что она готова брать риск и она еще образовалась в экстремальных условиях это одно это искусственный интеллект изучать книжку читать youtube видео смотреть ты изучаешь искусственный интеллект а другое когда ты изучаешь искусственный интеллект на практике внедряя его в компаниях при риске банкротства твой мозг обучается на скорости в сто раз быстрее сто насчет тяжело давай просто конкретно в чем риск я не вижу для нее риска она ее ценность в рынке растет каждый день она становится все более более ценной и самое главное единственное никогда нельзя списывать себя счетов что я такая или плохая тогда то что происходит это нормально сейчас что происходит люди легко покупают новые и продукты чтобы попробовать да поэтому первая продажа иногда час легче чем раньше было продавать корпорациям было тяжело длинный цель cycle сейчас всем надо все они пробуют но очень многие проекты потом не развиваются так хорошо как думали и они так хорошо работает в многих юз кейсах как ожидали и поэтому там происходит как бы такое отрезвение отрезвение что не все уж так радужно как все предполагали поэтому то что она испытывает абсолютно сто процентов нормально дальше там надо смотреть детально делать диагноз ну что касается это все на самом деле иллюзии фиктивные но вот еще стал отцу как вырастет ребенка и сделать ему самостоятельным жизнеспособным счастливым человеком твоя отцовская роль она там близко 25 лет то и может быть даже дольше можно ли это сделать не испытывая страх стресс рассеянность невозможно бессонные ночи то третье невозможно это все это большой труд это и радость и труд то же самое в стартапе можно ли сделать стартап большую компанию которая делает b2b продукт тем более чтобы это было так как легкая прогулка нет невозможно это будет в разной степени тяжело от просто тяжело до невыносимо тяжело невыносимо тяжело это когда у тебя компания в кредитах у тебя кредиторы досрочно требуют кредит обратно в течение двух недель у тебя банкротная риск в течение двух недель при этом сейчас август никого нет и ты пытаешься спасти свою компанию который ты строил семь лет и у тебя для этого ровно пять рабочих дней понимаешь вот в этой ситуации никто не хочет быть это уязвимая позиция максимального риска и люди в ней на я сейчас не какой-то придуманный кейса конкретный кейс рассказывал люди в этом находятся поэтому тебя будет от тяжело то очень тяжело в этом есть большой плюс что это приносит удовлетворение потому что мы как человек когда мы делаем усилия и получаем вознаграждение мы это ценим и радуемся получаем много положительных эмоций а когда мы получаем вознаграждение без усилий у нас нет нет не происходит ни удовольствия ни радость ничего потому что это было легко это было легко это не работает просто для человек это даже приводит более того это приводит депрессии вознаграждение без усилий приводит депрессии такой парадокс в этом мире поэтому я я бы хотел быть тем человеком который будет говорить это легко ну к сожалению я не видел ни одной истории которая вообще я ни одной который там звучало так что человек просто хорошо учился закончил университет хорошо подготовился выбрал хорошо бизнес-модель открыл бизнес-модель первые клиенты быстро появились заплатили ему доказали юнит экономику были очень довольны и он просто решил это масштабировать и вот так он вырос просто добавлялись клиенты счастливые он врос потом он сделал айпио компания стала там 10 миллиардной компании он при этом еще жил счастливую жизнь много путешествовал создал семью и ноль таких историй еще пять раз неделю занимался спортом да очень круто выглядит да таких историй 0 они не интерес кто бы смотрел такой фильм вот ты бы хотел такой фильм посмотреть драматурги это не интересно это тебе будет не интересно тебе это проживать будет неинтересно я вообще с чего начал час назад еще вопрос про выбор я не успел дозадать вопрос ты уже с полу с половиной начал отвечать я добью час назад перематывайте какую роль в твоих выборах играет интуиция вообще такая чуйка если у тебя это ну и что такое интуиция это натренированная нейронка у нас есть мозг он тренируется и он что-то чувствует это чувство возникает за счет не оцифрованных знаний за счет того что ты что-то знаешь что ты даже не можешь даже слова не существует вот книга alternate вот когда это новая идея и моя первая книга просто делать это идея take action она много-много раз было описано в разных книгах это не новая идея это просто мой я там добавил какие-то фишки базовая эта идея давно известно alternate это новая идея нет ни одной книги в мире который описывает это не этом этом а это мой вклад мировое сообщество саморазвития я пытаюсь решить нерешенную проблему баланса я говорю а возможно вот такое решение как эта книга сформировалась я я работал жил попробовал учился и в какой-то момент в моих мозгах была вот такая идея я эту идею и не мог я не мог слова под это такая это такой сложный нейронный такой как писать себе такую нейронку из 10 миллионов нейронов которые вот таким образом и у тебя что-то в голове но ты даже не можешь не описать это не объяснить ничего у тебя якобы нашел решение проблемы ты чувствуешь это чтобы это достать из головы вот бишь мы даже не знали какое слово и в русском языке не нашли слова которые подходят поэтому alternate возможно это худшее название книги в истории но получилось вот пришлось вот описать эту концепцию вот так раз так рождается интуиция интуиция это когда ты встречаешься с человеком тебя рождается чувство что да надо делать но это я бы интуиции не доверял в твоем возрасте твоем возрасте твою интуицию очень легко обмануть у тебя нет насмотрен твоя нейронка не тренированная она видела пять кейсов и при этом удаленно и поэтому она точно даст неправильный ответ то есть для тебя интуиция равно насмотренность интуиция это равно насмотренность плюс наш мозг мы же не знаем как работает человеческий мозг вот этот next talking prediction который искусственный телек использует этот один из механизмов которые у нас есть у нас есть другие механизмы это не это насмотренность плюс твой мозг учиться учиться и он знает что то что ты о чем ты даже не знаешь он знает это может быть ошибочное знание у нас может быть ошибочное знание вот моему другу во франкфурте он шел по франкфуртскому вокзалу там бежал чернокожий мальчик и бежал в сторону у него достал ножик засунул ему ножку в ногу посмеялся и убежал вот такой случай был в этом мире теперь нейронка моего друга обучилась она она возможно теперь интуитивно когда у него на собеседовании будет чернокожий собеседник возможно его интуиция будет ему говорить не надо это будет ошибочный вывод потому что его нас на основе одного очень яркого случая его нейронка могла сделать вывод что этот цвет кожи он неадекватный там это что поэтому тебе нужно обучать свою нейронку очень внимательно ты должен супер внимательно относиться к тому что ты пускаешь свой мозг лучше всего свой мозг пускать как можно больше реальности да вот на стоит тогда твой тогда у тебя будет точное мышление твоя карта мира совпадает с территории когда ты идешь по карте ты по территории идешь тоже правильно а если твоя карта показывает здесь земля здесь обрыв ты улетишь вниз поэтому к интуиции надо сноситься так пока ты молодой не доверять интуиции ставить под сомнение все что-то там 100 искажение твоего мозга да тебе кажется вот почти все дети начинают акциями заниматься и они начинают трейдингом заниматься и они делают все ошибки которые можно только сделать и им кажется их интуиция им подсказывает вечером когда они смотрят футбол с банкой пива что именно эту акцию нашеств еще с плечом купить поэтому свою интуицию я ставлю сильно под сомнение в тех вещах где у меня нету огромного опыта и ей не надо доверять тех случаях где есть наук например если у меня есть какая-то проблема которая научно решена и есть ответ научный интуиция вообще не нужно зачем интуиция предсказание единорогов нету науки поэтому я должен у меня только единственный способ доверять свои интуиции другого способа нет но если если был бы конкретная формула как выявлять будущих единорогов я бы ей пользовался я бы не доверял своим плюс b равна c пока ты молодой не доверяя своей интуиции использую науку там где возможно тренируй свою нейронную связь хорошая информация кормишь свою свой мозг хорошими историями хорошими идеями постоянно хорошие интересные кейсы твой мозг тренируется и потом ты будешь лучше и лучше решение какой бы совет дал человеку у которого запрос научиться точнее делать выбор когда есть а есть бы это и в ряде какой проект запустить с каким человеком начать работать что делать вот есть какое-то универсальное нет нету ну есть некий алгоритм принятия решения первое является ли это решение жизненно важным это вопрос жизни и смерти либо это невозвратимые последствия сделав этот шаг ты никогда вы 100 больше не сможешь вернуться назад например стать отцом о таких вещах нужно хорошо подумать это ну таких вещей очень очень мало а что вы что тебя был такой из невозвратных решений что-то принимал надо по здоровью вопрос там нерв отрезать не отрезать вещи сложные вещи возможно мой друг по вертолету тоже думал что вертолет это жизневажное решение возможно у него интуиция подсказывала ему что вертолет может упасть вот он и долго принимал решение но большинство вопросов 99 99 процент не являются таки и у тебя культура принятие решений для многих вопросов очень большая доля вопросов где неважно а б или c вот это как важная лекция для молодого человека есть вопрос твоя жизнь эта серия решений у тебя первый вопрос точность твоих решений второй вопрос какое количество решений ты примешь на средства как предприниматель скорость часто решает здесь много ситуаций в которых скорость решает и твой успех не только зависит от того abc и правильно ли� либо неправильно выигрывает тот который принять решение а потом принял еще одно решение а приня на одно решение б приняну решение с ошибочно вернулся принял решение б принял решение а он сделал 10 шагов 10 итераций пока другой чувак он все рассматривает abc сделал экселовский файл разложил все по этим полочкам сделал 10 экспертных интервью и так далее тогда получается для для предпринимателя часто неважно какую серым поставить пофиг без разницы поставь salesforce поставь аму поставь любой поставь любой пайп драйв паса любой это не это не определяющий фактор ну поставь и уже внедрить первый думает еще все какую поставить этот уже решил уже поставил уже продает уже идет воронка потом понял что по драйвам не подходит снес переставил и тогда и но он уже сделал что-то когда ты делаешь новую компанию скорость решает скорость поэтому культура принять решение большинство решений нужно принимать быстро и не и не возвращаться к ним до важнее идти вперед чем точность но есть мало решение где точность важнее чем идти вперед поэтому вот в этих надо просто правильно уметь их отличать а дальше точность твоего решения скажем случае где точность все таки определяющие там все зависит от качества твоего мышления этому тяжело научить так как какие вопросы ты задаешь часто хороший вопрос это 80 процентов правильного решения например хороший вопрос что делает лучше не но тебе нужно решить какую серым q поставить о такая же компания как мы в другом городе какая у них стоит серым к хороший вопрос сделал то же самое поехали да ну не всегда это срабатывает ну хороший вопрос хороший вопрос часто содержит себе 80 процентов ответа этот хорош ну сейчас вообще мы живем в век искусственного интеллекта если тебя есть способность хороший пром давать у тебя весь мир действительно по колено но эта способность требует невероятных как бы знаний сегодня я узнал что ты человек на за кадром да не робот да за кадром оскар пил трофлю потому что мой сегодня так хреновастенько как говорится сморкается ну он человек я я подтверждаю оскар человек он не робот это не рептилоид а вот но насчет отдыха я подписан на твой тг канал и там там то ралли в киргизии то алтай какой-то поход ты вообще отдыхаешь нормально чтобы лечь и откиснуть отдых это смена деятельности одна система отдыхает другая нагружает а теперь после такого отдыха не нужно вот нужно иногда очень редко я называю это ленивый день ленивый не тоже бывает ленивый день тоже имеет проложить ну ленивых дней много не надо обычно думаешь ленивый день сделать потом полдня уже думаешь все хватит стук общего у нас я просто слушаю я не замечал этого по книгам ты часто говоришь я думаю кого-то просто мне знаешь как версия из будущего пришла такая что-то рассказывает как-то жизнь проходит теперь ты видишь что все нормально я не сошел с ума я но ленивый надо уметь восстанавливаться уметь конечно это функция стоп да она супер важно ну для меня мини-мини отдыхи являются достаточно я обожаю баню обожаю для меня три часа баня я не знаю я потом я так сильно восстанавливаю за три часа что потом могу просто еще четыре дня вперед я раньше бы не любил а в это воскресенье позвал 10 друзей в баню я прочувствовал эту тему почему это все любят на самом деле путину путешествия и для меня выполняю этого для меня это образовательное мероприятие и для детей когда про детей думаю лучшее образование это путешествие когда мы что-то делаем потому что память и как меняется мозг на мой взгляд особенно когда взрослые люди ко мне ты еще молодой ко мне часто приходят предприниматели 35 лет которые уже решили финансовую проблему но которым вообще не нравится что с ними происходит они чувствуют себя плохо отсутствует радость ничего не вставляет как вопрос как повлиять на взрослого человека и вот я разработал такую методологии если можно сказать для себя как делать life change experience это опыт и меняющий жизнь когда про себя думаю какая-то идея есть просто делай есть идея чтобы освоить эту идею есть идея такая она за шесть тысяч лет мыслители идея о том что действия являются главным слоем жизни твоего взаима она много где описано да у энтони роббинса там take massive action джим ровно у наполеон хилла у них у всех была эта идея одна и та же идея она повторяется из раза в раз ты можешь эту идею прочитать в instagram fit fit ты там утром открыл и прочитал идею о ну там рано или поздно ты либо сделал либо не сделал это первый уровень воздействия как какая вероятность что это изменит твою жизнь ну любой 0 возможно даже отрицательно потому что следующий пост будет написано 7 раз отмерь один раз отрежь противоречащий и таким образом у тебя фрагментально твой мозг не может сложить никакую картинку более сильный уровень воздействия ты посмотрел вот это видео ю тубе это более сильное воздействие ты посмотрел часовой интервью в котором была одна из мыслей что действия определяют все то то более сильное воздействие вероятность чуть-чуть выросла скажу ты закрыл видео вернуться в свой мир свою карту мира где у тебя те же самые друзья родители все то же самое и твоя жизнь прошла ровно также дальше когда это есть более сильный метод воздействия на себя следующий уровень прочитать книгу книга это диалог с автором 6 часов вот эту книгу читают среднем за 6 часов ты берешь ты 6 часов с оскаром в диалоге это диалог между читателем и писателем соответственно вот шесть часов ты думаешь что-то подчеркиваешь где-то делаешь у тебя есть да там какие-то вот а вот и вот что-то там жизни есть время когда можно заниматься самопожертвуем работу 24 ты всего что там написал подчеркнует хорошо это следующий уровень воздействия но это тоже книга сильнее намного сильнее но этот тоже слабо потому что вы за жизнь прочитаем сотни книг а сделаем внедрим очень мало из этих знаний следующий уровень воздействия на самого себя да обычно мы учимся человек реально учиться часто через боль где настоящим по-настоящему человек учиться например ты рос в одном дворе с каким-то другом андрей у него папа алкоголик у тебя папа алкоголик все работают на один же завод выросли вместе выросли вместе все делали вместе в какой-то момент жизни была какая-то возможность андрей захватился сделал ты посчитал что это слишком опасно и пошел работать курьером доставки теперь прошло десять лет андрей делает айпио своей компании на бирже компания стоит 100 миллиард рублей и ты увидел своими глазами ты стал свидетелем ты стал свидетелем жизненной истории когда человек просто сделал и у него это получилось это воздействие в 10 может быть даже в 20-30 раз сильнее чем прочитать книгу пожитые не можешь отрицать этот факт ты же не можешь говорить о все эти предприниматель это все дети богатых людей чу ты знаешь что андрей у него не было ни связи ничего он он сам себя сделал сам ты уже все твой мозг никогда не сможет произнести слова все только от связи зависит того 3 4 ты освоил ответ это сильнее что может быть сто раз сильнее если ты прожил сам если ты стал свидетелем своей же жизни да тогда это еще сильнее но если говорить про многие лекции да там образы не есть сахар есть брокколи мы эту лекцию уже тысячу раз не освоили да и получается иногда люди попадают в больницу ну курильщики курят как электроэлектронные сигары вэпи мэп и они доводят они знают что это не надо делать они знают ну как когда происходит изменение поведения обычно когда попадают в больницу насмотрится там кошмаров это пиковый опыт который меняет жизнь и они такие чик понял боль твой мозг понял все новая нейронная связь новое поведение и мой как бы вопрос который я себе задавал можно ли иметь такого же и такой же силы образовательные опыты не через боль а через что-то положительное возможно ли это вообще можно ли взять идею не надо курить вейп и занести ее в мозг человека без боли не через больницу а через положительный опыт как можно сделать некий опыт который где будет совместить столько пиковая эмоция идея люди окружения что-то очень по очень сильно запоминающие положительное и вот такие путешествия для себя делаю для других людей соответственно дело путешествие где мы осваиваем одну идею одну идею достаточно лучше одну идею внедрить свой мозг это лучше чем сделать очередную поездку будет и сделал записи 100 идеи которые пойдут в длинный ящик вот это как раз основа hardman fellowships и вот этих ретритов которые мы делаем и все что мы делаем уважаемые зрители подписывайтесь обязательно на этот youtube канал а также на мой телеграм-канал там я показываю свой путь предпринимателей как развиваю проекты как внедряю новые привычки как экспериментирую с питанием а также как воспитываю дочку для этого сканируйте qr-код который сейчас появится на экране или переходите по ссылке в описании на этом моменте я хочу перейти к блицу я задаю вопросы коротко от отвечать желательно тоже коротко это я не умею что это очень конечно вот я тоже по спектру самых длинных ответов я тоже где-то с краешку на так блиц есть любимая цитата своя или чужая который вот легко вспоминается и это еще созвучно просто дело дело просто alternate зафиксировали лучше сделать и жалеть чем от тебя особенно сейчас будет интересно услышать ответ потому что как ты сказал ты как нижный червь начитанный кстати миша гривеню где-то тоже говорил что я много читаю а оскар хардман вот он просто титан чтение количества йомов три лучших универсальных книжки по бизнесу саморазвитию которые тебя сформировали и вот но топ-3 нужно озвучить чтобы большинство зрителей подошло прости но надо я часто говорил как привести дела в порядок getting things да просто взять и внедрить и делать а он . . либо какую-либо другую систему внедрить любую систему по управлению задачами чтобы это была система любая ну вот я например использую эту мне кажется очень круто простойков марка аурелли медитации вообще вся эта философия ну однозначно аристотелис то греческая философия риторика например ну если ты про публичные выступления например возможно наполеон хилл давай первые его книги которые я считают такие обязательные книги для прочтения джим рон мне очень нравится мне опять я наверно у меня тысячи про прочитанных книг поэтому я думаю самая лучшая книга это та который типа может сделать то что ты сейчас делаешь лучше 10 сейчас откроешь мой телефон мои последние после прочитанные книги это будет все чем я занимался вот ты посмотришь что читал оскар последние два месяца поймешь чем он живет да ты поймешь что я делал ты поймешь что я делал да вот я читаю то что я делаю следующий вопрос хороший фильм чтобы отдохнуть вечером после работы есть все эти фильмы про предпринимателя пока еще никто не научился снимать но все равно хороший чё любимая ну вот про веберк сериал сняли красный векрешт хороший там возможно вы про amazon опять плохо сняли опять не могут снять не могут показать кайф предпринимателя самый мой любимый фильм все истории то форест гамп я моя не знаю сколько раз его смотрю очень сильный фильм смотри вот следующий вопрос сейчас можно будет распыляться на час нужно там пару имен в чем суть самые сильные контакты в твоей телефонной книге чтобы мы удивились что вы знакомы можно без имен регалии достижения людей я уверен там сотни людей которыми ты бы удивил но от парочку выбери про кого может сказать что реально удивительные контакты президент может да конечно я я встречаюсь с президентами и мне даже помогали когда я начинал когда я начинал заниматься филантропической деятельностью мне помогал президент армении соответственно потому что он много общественной деятельности делал и он мне подсказывал как что имеет смысл делать что нет вот с чопрой встретился недавно тоже много со своими героями встречался армурд шварценеггер и так далее это серьезный список меня очень называли но вот на за прошлую неделю встретился самым богатым человеком киргизии с кем еще это уже перебил большинство не но знаешь это не это не самое важное вот пытаюсь подумать что действительно что действительно важно что действительно важно думаю сейчас вот век интернета конечно безусловно хорошо неделю назад в горах где-то в узбекистане на высоте 3200 метров где в округе было 200 километров ноль людей мы были в озере очень классное озеро нашли ледяное и там был леонид богуславский один из самых успешных инвесторов глобальных вообще в мире да артем соколов который сейчас открыл тысячи магазин михаил кучпинт и я и мы там купались в этом озере плавали вот и это было очень классно на этом моменте я буду уже заканчивать я невероятно благодарен что ты пришел прям от души спасибо большое уважаемые зрители на этом моменте спасибо чтобы у вас сохранились выводы озарения с этого подкаста они не просто растворились как это бывает то обязательно сейчас комментариях поделитесь что вас тронуло можно коротко можно развернуто чтобы уйти внедрять жизнь что для вас было ключевым потому что иначе опять же человек запоминает только пять процентов от того что просто услышит прямо сейчас запишите и возможно если мне понравится комментарий кто-то получит вот подарок от оскар если мне прямо очень понравится да на этом все все ссылки на меня на оскар они в описании это был отличный подкаст